Спортивная площадка с тренажёрами, лавочки, малые архитектурные формы, а также установка новогодней ёлки. Жители дома по проспекту Победа-1 в Петропавловске обсудили с главой города Константином Брызгиным идеи благоустройства территории возле общегородского сквера рядом с их домом. Мы сегодня были на Победа-1, замечательный дружный дом, возле которого на пустыре, который долго пустовал, был благоустроен в прошлом году сквер, но жители не хотят на этом останавливаться. В принципе, всё устраивает, но хотелось бы побольше малых архитектурных форм. Действительно, в этом году мы установим семь качелей, скамеек. Кроме того, были высказаны пожелания сделать спортивную зону. Вот сегодня мы это обсуждали с жителями, договорились, что наполнение жители определят сами, а в следующем году мы будем это реализовывать по эскизу, который утвердят сами жители. Жители дома рассказали, что хотели бы в сквер добавить спортивные сооружения, а на Новый год установить одну из городских ёлок. Дети хотят спортивный комплекс. У нас место позволяет, вот как бы сделать. И ещё нам нужна ёлка на Новый год. Она у нас была позапрошлом году, была очень хорошо. Вот смотрите, самое главное, ну прежде всего скажу, что в этом году мы ещё сюда привезём такие лавочки-качели семь штук, поэтому будет ещё более уютно. Но самое главное, здесь нам с вами определиться с местом, потому что, ну, сами знаете, место такое необычное у нас, нестандартное, поэтому, что касается спортивного какого-то комплекса, здесь важно определить, что вы всё-таки хотите. Нам нужно найти два места. Одно место – это спортивные какие-то сооружения и объём их. И второе место – это где поставить ёлку. Вот прямо здесь в центре. Самая большая площадка. Был человек с управления благоустройства. То есть он сказал, что изначально вообще подусматривали вот это вот место для установки ёлки. Ещё очень удобно, что вот там вот щиток. То есть освещение провести мне достаточно удобно. Площадка большая. Константин Брызгин, в свою очередь, выразил уверенность, что ёлка в сквере будет. У нас здесь и игры были. У нас, по-моему, даже и на матчницу что-то здесь были. Я даже не помню. Да, да, было бы. Да, было бы. И мы перекрепить, чай пили. И мы стихи рассказывали. Хорошо, поставим ёлку в этом году вам. Поставим? Поставим. Точно, точно. Спасибо. В ходе встречи жители рассказали, что хотят благоустроить ещё один участок рядом со сквером. Он относится к придомовой территории, и его никак не включить в городскую программу финансирования. Глава города рассказал, что пространство может войти в федеральный проект формирования комфортной городской среды. Для этого жителям необходимо сформировать и подать соответствующую заявку через свою управляющую компанию. Часть неблагоустроенного пустыря действительно относится к придомовой территории, и бюджетные средства не могут там расходоваться. Вместе с тем есть программа «Федеральная комфортная городская среда», и активные жители могут принять решение в ней участвовать. До 15 сентября можно подавать заявки, и в случае, если заявка наберёт нужное количество баллов, то можно будет благоустроить и ту часть, которая относится к домовой территории. Заявки на участие в программе принимают в службе одного окна. Дополнительную информацию можно узнать по телефону, который вы видите на своих экранах.